Киевские журналисты и политологи сегодня обсуждают пресс-конференцию Надежды Савченко. Отсидев часть срока по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе, она, кажется, не исключает для себя возможность пересесть даже в кресло президента Украины. Репортаж Юлии Ольховской. Надежда Савченко сегодня в эфирах всех киевских телеканалов и на обложках всех местных журналов и газет. Фотографии и заголовки недвусмысленно намекают на амбиции украинской наводчицы, которая сама себя почему-то упорно называет летчицей, несмотря на отсутствие нужного образования. Она закончила Харьковский университет воздушных сил по специальности штурман. Свежая пресса появилась в столичных киосках рано утром, еще до начала пресс-конференции, на которой Савченко подтвердила то ли надежды, то ли опасения украинских журналистов. Если или когда вы станете президентом, как-то двояко звучит. Давайте поставим вопрос так. Если украинцы захотят, чтобы я была президентом, хорошо, я буду президентом. Я просто не верю, что люди у нас уже научились голосовать не за гречку. Я честно скажу, это не совсем то, что я хотела. Я люблю летать, но если надо, я пройду и этот путь. Конечно, мы можем тут вспомнить пресловутую формулу, что даже кухарка может управлять страной, но это относилось к совершенно другой стране и к совершенно другой кухарке. Со своим же образованием и навыками Савченко может претендовать на руководство каким-то ЖЭКом. Но я думаю, не более того. Приговоренной российским судом к 22 годам заключения за корректировку огня по блокпосту луганских ополченцев и помилованной по просьбе родственников убитых журналистов ВКТРК президентом Путиным, Савченко на родине уже успели вручить звезду героя. Местные журналисты теперь следят за каждым шагом освобожденной, даже снимают на скрытую камеру, где она и с кем. И отмечают, что помимо президента Порошенко, радости от возвращения украинки на родину никто из представителей политической элиты, в общем-то, не выразил. Они своими заявлениями, вот если бы их послушали, да, было впечатление, что задавали все, чтобы Савченко как можно дольше пребывала за Гратами и была вот за рубежом такой иконой, но там, да, в тюрьме, но не в Украине. А вот Савченко как человек здесь и как некий политик, это абсолютно для них новая ситуация. Они до конца еще, мне кажется, не Юлия Тимошенко, не Петт Порошенко, а не другие политики до конца еще не выработали стратегию, что с ней делать. Первую после освобождения встречу депутата от Батькивщины Савченко с лидером партии Юлия Тимошенко теплой явно не назовешь. Обниматься Надежда отказалась, лишь пожала руку. А из короткого диалога двух самых распиаренных на Украине женщин можно сделать вывод, что обстановка в Верховной Раде теперь накалится еще больше. Рада станет другой, потому что при тебе депутаты не смогут быть лукавыми. При мне они просто не смогут там быть. Как понимать эти слова, журналисты у Савченко сегодня не спросили, зато попросили пояснить, зачем она вышла из самолета босиком. Честно сказать, я хотела по взлетке походить, по взлетной полосе, бетон почувствовать, аэродромный. Я когда летаю, я часто разуваюсь и так хожу. Я еще полежала под самолетом, под крылом вверх посмотрела. А обувь была теплая, я ее сняла. Украинская земля, она лечит, на воле все хорошо. А вот эти кадры, как Савченко кричит на журналистов, при встрече большинство западных телеканалов решили не показывать, вероятно, чтобы не шокировать европейского зрителя. Я говорю так, что вы все услышите. Я два года сидела в камере одиночки. За это время Савченко успела написать закон, по которому на Украине досрочно выйдут на волю почти 40 тысяч преступников. И отзывать его не собирается. После вопроса, как Надежда относится к антитеррористической операции, на Востоке возникла заминка. В итоге АТО она назвала российско-украинской войной. И заявила, что в парламенте будет отстаивать интересы армии. Не исключено, что и сама еще поедет в Донбасс. Я думаю, что украинские власти постараются удовлетворить высказанное ею пожелание и отправить ее куда-нибудь на фронт повоевать. Ну вот она захотела на фронт. Мы пошли навстречу героине, кто у них там старший лейтенант. Мы присвоили ей майора и отправили на фронт повоевать. А там, извините, попала под обстрел. Ну, что поделаешь, бывает. Это ж фронт. Неизвестно, ждут ли Надежду Савченко на фронте. А вот в Страсбурге точно ждут. Уже в июне она поедет на заседание парламентской ассамблеи Совета Европы. А пока осваивается в Верховной Раде. На экскурсию в украинский парламент Савченко пришла босиком. Ей показали, как записываться на выступления, а их, очевидно, будет немало. Какие кнопки нажимать при голосовании и как включать микрофон. В следующий вторник у народного депутата Украины Надежды Савченко первый рабочий день. Юлия Ольховская, Анна Ток и Артем Тихонов. Первый канал. Киев.